Здравствуйте! Вы смотрите Вести Хакасия в студии Натальи Громашова. Наступившие выходные, по данным метеорологов, порадуют жители республики по весеннему теплой погодой. Воздух будет прогреваться местами до 10-15 градусов. Между тем, резкое подсепление может спровоцировать интенсивное таяние снега и разлив малых рек. Во всех муниципальных образованиях службы ГО и ЧС дежурят в усиленном режиме. Специалисты контролируют уровень воды в водоемах и состояние гидротехнических сооружений. Также ведется работа с населением. Владельцам частных домов рекомендовано убрать снег из дворов и заранее перенести продукты в безопасное место. Также спасатели напоминают об опасности подледной рыбалки. Ветреная погода с осадками и кратковременными оттепелями разрушают структуру льда. Особенно неблагополучными сегодня считаются Красноярское водохранилище и Саина-Шушенское, Абаканские дренажные каналы и река Абакан по всему руслу. Лед на закрытых водоемах пока более прочий, но и здесь не следует пренебрегать правилами безопасности. Роспотребнадзор провел пресс-конференцию, посвященную Всемирному дню защиты потребителей. В этом году он проводился под девизом «Потребительское правосудие сегодня». Специалисты ведомства рассказали о том, что почти половина всех обращений связана с нарушением прав граждан в коммунальной сфере. Главными нарушителями становятся управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. В частности, в Абаканском городском суде специалистам Роспотребнадзора удалось доказать, что одна из управляющих компаний города незаконно брала деньги жильцов за опломбирование водосчетчиков. Такие вопросы может решить только суд, и главное в этом случае запастись временем и терпением на сбор доказательств. Журналистам показали образцового потребителя Владимира Константиновского, который сумел с помощью Роспотребнадзора отстоять права жильцов пятиэтажного дома в Белом Яре. Они переплатили ресурсоснабжающей организации за полтора года полмиллиона рублей. И хотя средства жильцам не вернули, фирма обанкротилась, но создан судебный прецедент. За прошлый год мы подготовили потребителям безвозмездно, это наша работа, 134 проекты исковых заявлений, 28 судебных заседаний, мы участвовали в 28 судебных заседаниях. У нас есть такое очень хорошее достижение, я всем об этом рассказываю. За прошлый год с нашей помощью мы вернули потребителям 967 195 рублей. То есть это фактически миллион. Фабрика технической мысли. Так назывался Абаканский конкурс технического мастерства школьников. Модели судов, самолетов, боевой техники, действующие роботы, игрушки. Всего в конкурсе полтора десятка номинаций. Победители получают дипломы и право участвовать в Республиканском фестивале юных самоделкиных. Подробности у Виктора Лушникова. За победу в конкурсе состязались семь десятков учащихся городских школ. Больше всего образцов дети представили в номинации судомоделирования. Испанские галеоны, португальские каравеллы, строгие немецкие бриги. На подготовку таких копий уходят месяцы. Одна из самых интересных номинаций – робототехника. Модели действующие. Например, сортировочная машина. Встроенный датчик определяет цвет шарика, а робот автоматически раскладывает их по разным ячейкам. Можно его использовать в процессе производства. Сортировать шарики, пуговицы, на конфетной фабрике как-нибудь использовать. Вариантов применения много. И вот уже аналогичные модели применяются активно. Возле стенда с игрушками тоже много зрителей. Казалось бы, сейчас в магазинах богатейший выбор фабричных. Но абаканские умельцы предпочитают сделать игрушки самостоятельно. К примеру, такого древнетюркского воина. Вот именно такой экземпляр нигде не купишь. Он в единственном виде. Этим он и интересен. Впервые за последние годы финал конкурса проходил по новой схеме. Автор модели защищал свое творение перед членами жюри. В нем преподаватели вузов и студенты-старшекурсники. Сами в прошлом моделисты. В этом году у нас работы очень хорошие. Иногда бывает, что просто больно смотреть, с выбором плохо. А в этом году мы уже с трудом выбираем, потому что хочется всем подряд первое место дать. И, по крайней мере, желаю, чтобы на республиканский конкурс тоже народ пришел. Даже просто посмотреть. Потому что посмотреть, вы видите, есть что. Авторы лучших моделей получили право участвовать в республиканском фестивале детского технического творчества. Он пройдет в конце марта в Хакасском техническом институте. Место выбрано не случайно. Преподаватели смогут оценить разработки и получше присмотреться к их авторам, как к будущим студентам. Ведь большинство моделистов выбирают для себя именно инженерную специальность. Виктор Лужников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Хакасия сегодня присоединится к всемирной акции «Час земли». Соответствующее соглашение подписано между администрацией города и представителями Алтая-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы. В субботу ровно на один час с 20.30 и до 21.30 все желающие принять участие в мероприятии должны будут выключить свет в квартирах, организациях и на предприятиях. Таким образом, абаканцы поддержат защитников природы и выразят обеспокоенность глобальными изменениями климата на планете. Отметим, что Хакасия стала одной из первых сибирских территорий, которая официально присоединилась к ежегодной международной акции. Накануне в селе Аршана Валтайского района отметили Хакасский Новый год. Программа для этого праздника традиционно насыщенная. Национальные блюда и обряды на празднике побывал Константин Кравцов. Местные мальчишки, схватив игрушечные мечи, спешат примерить образы силачей батыров. По соседству женщины готовят национальный суп и деликатес – хан. А вот шаман кормит духов, чтобы урожай был богатым у сельчан и беды обходили стороной. Варшанова – челпазы, если дословно – голова года. Мы всякий раз говорим, да, сохранить нам традиции, а как их сохранить традиции? Это значит привлекать молодежь, рассказывать от них, чтобы она обязательно принимала участие. Вот вместе будем говорить со всеми участниками. Конечно, гораздо круче здесь с друзьями сидеть. Чем где? Ну, чем дома за компьютером играть. Приятно, что здесь районы такие мероприятия проводят. К слову, варшаново-челпазы районного масштаба отмечается второй год подряд. Поэтому к нему внимание властей сегодня особое. Впрочем, средства на праздник выделил частник – разрез Оршановский. Предприятия еще как такового нет, но это не мешает уже сейчас реализовывать и другие общественные проекты. Показали помощь тоже спонсорскую детскому саду, среднеобразовательной школе, тоже пищеблок отремонтировали. Были дети, которые не могли даже внести деньги на питание там, ну, очень мало, конечно, не столько. Значит, этот вопрос мы взяли тоже за себя, закрыли. В общем, угольщики дают понять их ставка на молодежь. При этом не забывают о старшем поколении. Но, а впереди по-настоящему амбициозные планы по развитию всего Алтайского района. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. На этом у меня все новости. Удачных вам выходных.